Буквально на прошлой неделе в одном из узненьких дворов мы торопились в очередной раз на вызов и зацепились за, слава богу, не автомобиль, это был бордюрный камень, но было узко. С другой стороны была машина, водитель смог проехать мимо, машина, а человек не была повреждена, а камушек бордюрный тоже не пострадал. Немножко поцарапалась наша машина. Автомобили, хаотично припаркованные во дворах домов, не только создают неудобства для жителей, но и могут привести к гибели людей при чрезвычайных ситуациях. Зачастую из-за них машины оперативных служб не могут добраться до нужного подъезда. Владельцы автотранспорта оставляют свои машины рядом с домами, рядом с жильем. Зачастую это узкие улочки, по которым даже по свободной улочке пожарная проехать с трудом сможет, но в условиях заставленности автотранспортом это просто сделать невозможно. Опять же вызываются сотрудники полиции и пытаемся, если есть возможность подъехать как можно ближе, если такой возможности нет, то начинаем боевое развертывание в месте, где машина рядом со зданием остановилась. Владивосток знает и трагические примеры, связанные с заблокированным проездом. События почти 11-летней давности надолго останутся в памяти горожан. 16 января в здании промстроения проекта произошел крупный пожар. Тогда вся страна застыла в ужасе, глядя, как люди выпрыгивают из окон верхних этажей, пытаясь спастись от огня и дыма. Пожарные расчеты долгое время не могли развернуть лестницу из-за припаркованных машин. Очистить путь пытались своими силами, но потерянное время унесло жизни девяти женщин. За рубежом в подобных случаях водители экстренных служб расталкивают мешающие автомобили, не думая о причиненном ущербе. Такой опыт хотят применить и в России. 7 декабря в общественной палате обсудили вопрос о беспрепятственном доступе экстренных служб во дворы и отсутствии последствий за таран автомобилей, которые мешают проехать к месту чрезвычайного происшествия. У нас есть пункт 2.7 КОАПа, который в случае крайней необходимости позволяет любому человеку, не только сотрудникам экстренных служб, прибегнуть к порче чужого имущества. Если спасаемая жизнь, допустим, будет на кону или автомобиль, то, конечно, можно спасать жизнь. И, по идее, это освобождает каждого из нас даже от административной ответственности. Но на практике никто из экстренных служб этой нормой не пользуется. Дело в том, что нет применительной практики и отработанной системы. Сотрудники скорой помощи пока неоднозначно воспринимают эту инициативу. С одной стороны, мера необходимая, так как водители спецмашин часто сталкиваются с заблокированным проездом. С другой стороны, что делать с машинами, которые придется ремонтировать еще чаще. Ведь автомобиль скорой помощи – транспорт нежный. В нем находится медицинское оборудование, которое позволяет поддерживать жизнь больного человека. А стоит оно от 5 до 7 миллионов рублей. Как гражданин, как простой, как обычный человек, конечно, я хочу, чтобы скорая помощь приезжала максимально быстро. Как руководитель учреждения я вижу очень много подводных камней. Вопрос юридический, вопрос ответственности, вопрос, кто будет отвечать за повреждения. Следующий вопрос, это материальный, опять же, вопрос, стоимость повреждений. Чтобы смягчить удар, представители общественного движения СтопХам предлагают оснастить спецмашины защищающим оборудованием. Я считаю, что машины МЧС, пожарные машины, в первую очередь, ну и скорые, должны быть оборудованы специальными бамперами, специальными буферизирующими какими-то устройствами, так чтобы особый вред машинам, которые мешают не наносить, но, по крайней мере, иметь возможность их сдвинуть с места, чтобы проехать или развернуться. Но у медиков есть опасения, что если на спецмашине будет дополнительная конструкция, она увеличит габариты автомобиля. А значит, водители с трудом будут протискиваться там, где могут проехать сейчас. Изучая немножко этот вопрос, как заинтересованное лицо, убедился в том, что, по сути дела, практика какая-либо судебная, связанная со спорами в отношении поврежденного какого-то имущества, она отсутствует. Думаю, что это определяется в первую очередь тем, что и автомобили спецслужб, так же, как и все, имеют полис ОСАГО. И в случае виновной наступления ответственности, страховые компании должны возмещать ущерб пострадавшим машинам. Потому что, ну, не всегда это и автомобили, которые, скажем, мешают проезду, которые припаркованы в положенном месте. Если речь идет о спасении человеческой жизни, то вопрос о возмещении ущерба вторичен. Однако, как раз таки, он и вызывает бурные обсуждения среди автомобилистов. К слову, взвешивают все плюсы и минусы инициативы депутаты Госдумы и страховщики. А если, как бы, будут такие ситуации, да, что, как бы, ввиду о том, что машины должностных организаций могут идти, как бы, грубо говоря, на таран, то я думаю, что страховые компании принесут убытки, потому что нужно знать, кто будет выплачивать человеку, который хаотично поставил свой автомобиль на придомовой территории. То есть, либо он будет чинить за свой счет, либо как-то страховая компания будет делать обоюдку 50 на 50. Для этого нужно четко понимать, правильно или неправильно был припаркован автомобиль во дворе. Если нет, то повреждение автомобиля на совести его владельца. Если в рамках дозволенного, то хозяин задетого транспорта может рассчитывать на возмещение ущерба. Мы предлагаем сделать единый центр, да, куда будет стекаться информация о всех мероприятиях, проводимых экстренными службами, чтобы человек мог сразу понять, в его дворе происходили, работали, не происходили. То есть, дальше, когда мы оснащаем автомобили экстренных служб видеокамерами, фиксировали проезд автомобиля по двору. Видеокамеры для того, чтобы предотвратить попытки мошенничества. Страховщики могут посмотреть видео и понять, действительно ли водитель экстренной службы повредил личный автомобиль или это уловка. Но пока официальные лица ищут выгодные пути решения проблемы, водители экстренных служб ювелирно лавируют во дворах жилых домов. Алина Черненко, Василий Косилов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.